Эти любители экстрима всегда находят время, чтобы пощекотать себе нервы и насладиться прекрасными видами. Неделю назад группа из 54 человек вернулась из путешествия к подножию Эльбруса. Один из них Дмитрий Петрушин. Больше 10 лет он покоряет эту горную вершину. Почти каждый год там модернизируют трассы, запускают новые подъемники. По словам мужчины, ни одна поездка не была похожа на другую. Каждая открывает для него Эльбрус по-новому. Первая поездка, естественно, она запомнилась. Я думаю, она запоминается всем, кто вообще впервые увидел сам Эльбрус. Потому что, когда ты приезжаешь, была солнечная погода, мы поднялись туда, но ты стоишь, бурашки по коже, ты понимаешь, что человек, не имея крылья, может стоять в облаках. Ты стоишь на вершине 4800, по-моему, было, дальше ратраки. Ну, мы, естественно, не восхождение на ратраках поднимали, стоишь на этой высоте, под тобой облака, под тобой горы. И, скажем так, готов был отдать все ради именно вот этого одного подъема. Перед поездкой на Эльбрус наючкам необходима подготовка. Если раньше уже на месте, на подгон снаряжения, подбор лыж, объяснение техники безопасности и правильного пользования подъемником уходил почти день, то в этом году времени потраченное было меньше. Впервые теоретические и даже практические занятия прошли в Курске. Естественно, техника безопасности. Это в первую очередь ни в коем случае не нарушать ее, ни в коем случае не уезжать за трассы, которые отмечены. То есть это не просто так отмечается для того, чтобы было красиво там или было где-то съезжать. Изучить, как правильно пользоваться тем или иным снаряжением, не, скажем так, не превышать свой уровень подготовки. То есть если ты катаешь слабенько, не надо ездить в плохую погоду, не надо там сильно разгоняться. Ну и как правило поведение на осколе. Кто виноват в какой-то ситуации, ну как скажем так, на дороге. Как говорится, на осколе не виноват тот, кто едет сзади. То есть он видит человека впереди, если он не успевает, остается виноват. За 2-3 недели до поездки Дмитрий обычно рекомендует чаще делать приседания, особенно если новичок планирует покататься на горных лыжах. Многие участники недавней поездки на Эльбрус не остались без собственных рекордов. Лучше горы есть только горы, на которых ты еще не бывал. Трассы другие, спуски другие. С нами многие ехали в автобусе, я вот здесь спрашивал, ребята, кто катается? Многие, я катаюсь, я катаюсь. Когда они увидели те горы, откуда надо кататься, люди многие сказали, опс. Я очень была впечатлена природой даже. То, что горы везде необычно, то, что ты поднимаешь взгляд вверх, и везде горы. Очень красиво. Я вообще первый раз поехала, я не умела кататься ни на лыжах, ни на сноуборде, ни на чем. Но решилась то, что все-таки попробую на сноуборде. Это поинтереснее. Гораздо сложнее, чем лыжи, но все-таки я научилась. И в последний день я спустилась со станции Мир, это 3,5 тысяч метров над уровнем моря, и покорила гору. Когда я спустилась, очень приятное ощущение было, то, что да, ты сделала это, ты спустился, ты покорил. И вообще очень эмоции нереальные просто. До этого никогда не стояла на лыжах, поэтому решила рискнуть первый раз. Причем горы Кавказа, красивые места, думаю, поеду. Вот, приехала, абсолютно нулевой уровень умения, но буквально за 5 дней, которые мы там провели, которые мы катались, Дмитрий научил всему, вот, и уже в конце я буквально совершаю подвиг. Спустилась с самой высокой точки, станция Горбаши, высотой 1850 метров. В положительных впечатлений масса, на самом деле очень здорово, очень классно. Приятные впечатления не смогла испортить даже плохая погода. Несколько раз объявляли лавиноопасное положение, раньше закрывали подъемники. Экстремалов вместе с влагами сдувал ветер. Сильный метель и снегопад усложняли движение по трассе, ухудшая видимость. Но рядом с новичками всегда были опытные спортсмены. Погода была, первый день была классная, не такая облачная, светило солнышко, но поднимался на станцию Горбаши, и бруса не было видно, он был в облаках не затянут. А потом пошел снег, наверное, как в Курске. И, наверное, такой же интенсивности, как в Курске. То есть катание два дня было с определенными трудностями связано, потому что плохая видимость, ничего не видно, все белое. Конечно, отдых пассивный, активный, это абсолютно разные вещи. Что касается именно горнолыжного курорта, как я сам являюсь спортсменом, для меня это более близко, чем лежать на пляже. Помимо отдыха, интересно было пообщаться с местными жителями. Совершенно другой уровень жизни, общения с людьми. Ну и фантастические поездки, даже сама дорога позволила открыть немножко шире свой взгляд на мир по пределами города Курска. Как признаются экстремалы, это были настоящие несколько дней открытий. Одной покоренной высотой стало меньше, но это еще не конец, впереди новые вершины. Эльбрус – это круто! Эльбрус – это адреналин! Да, это экстрем. Эльбрус – это моя мечта! Эльбрус – это хорошая компания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова